Илья Григорьевича Иринбурга Семья переехала в Москву, и там юного Илью Иринбурга захватили события революции 1905 года. Он принимал участие в подпольно-революционной деятельности, участвовал в работе Организации социал-демократов. Он был арестован, полгода провел в тюрьмах, но, будучи несовершеннолетним, был освобожден до суда и вскоре уехал в Париж, где и прожил более 8 лет. В Париже Иринбург постепенно отошел от политической деятельности, поскольку в столице Франции его захватило творчество. Он занимался литературой и вращался в кругу художников-модернистов. Иринбург был знаком и дружил со многими выдающимися живописцами и литераторами тех лет. Он дружил с Амидео Модельяне, Пабло Пикассо, Хаимом Сутиным и другими художниками. Он был завсегдатым артистических кафе Монпарнаса. И в кафе Ротонда он познакомился с писателями Гийомом Полинером и Жаном Кокто, художниками Фернаном Леже, Морисом Вламинком, Диего Риверой, Анри Матисом, Марком Шагалом и Михаилом Лорионовым и Натальей Венчаровой. И во многих музеях мира есть портреты Иринбурга, написанные его друзьями и знакомыми. В те годы Иринбург выпустил несколько сборников и книгу поэтических переводов, а в годы Первой мировой войны он был корреспондентом русских газет «Утро России. Биржевые ведомости на Западном фронте». А в революционном 1917 году Иринбург вернулся в Россию. Но революцию он воспринял резко отрицательно. В октябрьском перевороте писатель увидел катастрофу. И в своем сборнике стихов молитвы о России он оплакивал ушедшее в прошлое страну и ее былое величие. В 1921 году писатель снова уехал в Париж, а затем и восстановался в Берлине. В эмиграции он выпустил около двух десятков книг, в числе которых философско-сатирический роман «Необычайные похождения Хулио Хринита» и его учеников. В романе была нарисована пестрая жизнь Европы и России времен Первой мировой войны и революции. Интересно, что в этом романе Иринбург с удивительной точностью предсказал многие явления и события XX века – от фашизма до атомной бомбы. Благодаря своему острому уму и историческому чутью писатель угадывал исторические закономерности в развитии стран и народов и очень хорошо и точно предсказывал грядущие события. В 1924 году Иринбург снова переехал из Берлина в Париж и в те годы начал активно сотрудничать с советской печатью. Его путевые очерки печатала советская газета «Вечерняя Москва», а по предложению Николая Бухарина, с которым Иринбург в Мерске учился в гимназии, он становится постоянным парижским корреспондентом газеты «Известия». Его известность и талант публициста широко использовались с советской печатью для создания привлекательного образа Советского Союза за границей. В 1930-е годы Иринбург очень много ездил по Европе, в том числе и посещал СССР. И в это время мировоззрение писателя радикально меняется. Его политические взгляды становятся откровенно просоветскими, и он искренне говорит о своей вере в светлое будущее нового человека. Его симпатии к Советскому Союзу были во многом связаны с его резким неприятием идеологии фашизма, которое в то время стало оказывать очень сильное влияние на политику таких европейских стран, как Италия, Испания, Германия. И самый радикальный фашистский режим установился в Германии после прихода к власти нацистов во главе с Гитлером. И Иринбург становится крупнейшим мастером антинацистской пропаганды. И он также был военным корреспондентом известий во время гражданской войны в Испании. И не раз ездил на Испанский фронт вместе с американским писателем Эрнестом Хемингоием, с которым он тоже был хорошо знаком. После поражения республиканцев-антифашистов в Испании Иринбург вернулся в Париж, который вскоре был оккупирован нацистами. И в 1940 году Иринбург приезжает в СССР, где пишет и публикует роман «Падение Парижа» о политических, идеологических и нравственных предпосылках поражения Франции и Германии. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И Иринбург, как талантливый журналист и публицист, сразу стал очень востребован в качестве военного корреспондента. Позже в своих мемуарах «Люди года жизни» он вспоминал, что когда у него спросили, есть ли у него воинское звание, он ответил, что звания нет, но есть призвание. Поеду куда пошлют, буду делать, что прикажут. Статьи Иринбурга пользовались огромной популярностью и уважением на фронте. По свидетельству поэта Константина Симонова в одном из партизанских отрядов существовал приказ – газеты после прочтения употреблять на раскрутку, за исключением статей Иринбурга. Писатель прославился своими антифашистскими статьями на всю страну и за ее пределами. Адольф Гитлер лично распорядился повесить Иринбурга, называя его одним из злейшим врагов Германии. И значительная часть статей Иринбурга, печатавшихся в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда» были собраны в его трехтомнике и публицистике под названием «Война». В 1942 году Иринбург также вошел в Еврейский антифашистский комитет и вел активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте, который позже совместно с Василием Гроссманом собрал в Черную книгу. В этой книге собрано документальное свидетельство очевидцев о страшной трагедии, о преступлениях нацистов против еврейского населения на оккупированных территориях Советского Союза и Польши. Иринбург – автор известных выражений, которые сегодня знает каждый. Он первой русской литературе употребил словосочетание «День Победы». Оно появилось 12 декабря 1941 года в его статье «Судьба Победы». Также благодаря Иринбургу появилось выражение «Увидеть Париж и умереть», а его повесть «Оттепель», написанная после смерти Сталина, дала название целой эпохи советской истории. Положение Иринбурга среди советских писателей было в определенной степени исключительным. С одной стороны, он пользовался поддержкой и доверием властей, очень часто ездил за границу, и в отличие от большинства его собратьев по Перу в те годы. За свою жизнь Иринбург побывал в огромном количестве стран и встречался со множеством известных людей. Но, несмотря на относительную свободу, он всегда был под контролем советских спецслужб, и это двойственное отношение властей к писателю сохранялось не только в сталинские годы, но и в эпоху Хрущева и Брежнева. Самое известное произведение Иринбурга – его мемуары «Люди. Годы. Жизнь». Эта книга пользовалась очень большой популярностью в 60-е и 70-е годы в среде советской интеллигенции. Эти мемуары – это отражение интересной, полной событий и встреч жизни писателя, и эта книга сыграла огромную роль в советской культуре эпохи Оттепеля. Иринбург познакомил молодое поколение советских людей со множеством неизвестных им имен в русской мировой культуре, широко упоминать о которых долгое время было запрещено. Из его мемуаров многие впервые узнали о Марине Цветаевой, Осипе Монгельштаме, Исааке Бабеле. Иринбург также любил и горячо пропагандировал новое западное искусство, искусство авангарда. Рассказывал о таких художниках, как Поль Сезанн, Агюст Ренуар, Эдуард Мане, Пабло Пикассо. Он также открыто выступал в защите советских художников, чье искусство шло вразрез с официальной идеологией, с эстетикой и искусством соцреализма. Из мемуаров Оренбурга советские люди узнавали не только об искусстве и культуре, но и о ранее замалчиваемых событиях истории, о сталинских репрессиях, о Холокосте, о политических деятелях, имена которых были намеренно преданы забвению. Уже позже многие упрекали писателя в том, что, опасаясь советской цензуры, он в своих мемуарах многое не договаривал. Но следует помнить, что он был одним из первых, кто противостоял политике железного занавеса. И писательница-эмигрантка Нина Берберова, автор замечательной книги воспоминаний «Курсив мой» так отозвалась на книгу Оренбурга. «Он не ставит вопросов, он не делает выводов. Нам самим остается сделать их. Нарушить молчание, выйти из страдания в сознание. Только в пробуждении сознания ответ на все, что было, и только один из всех, Оренбург, указывает нам и будущим поколениям дорогу, где это сознание лежит. А писатель и литературовед Бенедикт Сарнов отметил, что благодаря тому, что сегодня мы знаем о тех временах гораздо больше, чем тогда, многие страницы эренбурговских мемуаров обретают неожиданную глубину. И чем дальше мы будем двигаться по этому пути, тем отчетливее будет поступать все то, о чем он не мог сказать». В 1967 году, когда Илья Оренбург скончался, проститься с ним пришло более 15 тысяч человек, что свидетельствовало о большой любви и уважении к нему читателей. Не все произведения Оренбурга пережили свое время, но его замечательные мемуары остаются ценным источником знаний о бурной и непростой истории XX века. И его яркий образный язык, яркая манера повествования переносит нас в прошлое и делает непосредственными участниками исторических событий, позволяет нам встретиться со многими выдающимися людьми того времени. Спасибо за внимание. Приходите в библиотеку.